всем привет сегодня на обзоре у нас блютус наушники от компании gocoma модель ms t3 есть эта модель не только у коком и встречались мне и другие компании которые их продавали под своим именем то есть здесь просто вот если присмотреться ms t3 написано но фирма gocoma эти же это же модель этих же наушников продается под разными брендами особенные они тем что у них есть слот для карты памяти и можно прослушивать музыку напрямую с флешки ради этой особенности и были куплены так как иногда бывает при малом заряде батареи не хочется включать телефон иногда телефона рядом не там музыку послушать желание есть но неудобно с телефоном ходить бегать поэтому лучше взять себе для бега для пробежек для занятий спорта такой вот девайс с флешечкой наушники поставляются в картонной коробке с открывающейся передней крышкой коробка симпатичная сделана довольно таки все красиво внутри коробки наушники кабель зарядки и и все наушники которые уже были распакованы и кабель зарядки амбушюр и дополнительных крючков в комплекте не было сами наушники сделаны из алюминия смотрятся неплохо и магнитятся друг другу из минусов это крючки для ушных раковин постоянно норовят слезть с наушника и думаю есть риск их потерять а так как нет дополнительных это минус но можно их приклеить допустим тонким двухсторонним скотчем или на клей посадить провод тонкий спиральный но вроде крепкий пульт управления из пластика есть кнопки включения и переключения громкости то есть центральное включение и переключения громкости на одной из боковых панелей разъем слот для sd карточки и разъем для подключения микро юсб на нижней панели модель и техническая информация сделана в китае с правой стороны ничего не переключение громкости производится коротким нажатием от трека длинным также переключение не перепутаны как у многих bluetooth наушников которые я держал в руках как как я люблю что кнопкой плюс включается громкость выше и этой же кнопка переключается на следующий трек а не так как бывает что плюсом переключаем на предыдущий трек а минусом на следующий так что тут все с этим порядке что я считаю логичным удобным и правильным включается длинным нажатием центральной кнопки если у нас ставлено флешка будет проигрывать с сразу музыку с флешки то есть сразу включится при выключении он запомнит место где мы остановились проигрывать трек при следующем включении начнет с того же место если он подключен к телефону и проигрывается музыка с телефона по при включении флешки вставления подключения связь с телефоном оборвется и он сразу начнет проигрывать музыку с флешки включается длинным нажатием центральной кнопки также эта кнопка служит для набора последнего набранного номера то есть при двойном нажатии на нее быстром наберем последнему кому мы набирали на кнопках есть углубление но они незаметны пальцу поэтому можно ошибиться при нажатии на ощупь при вставлении карты памяти она очень торчит из корпуса пульта что не критично и за несколько недель не было никакого либо дискомфорта связанного с этим но риск зацепиться картой за что-либо и сломать ее или выдернуть из наушников и потерять есть сидят наушники в ухе отлично даже плотно и удобно в них и создает некий вакуум и допустим когда я с выключенными наушниками говорю сейчас у меня есть какой-то гул в голове то есть они создали какой-то вакуум также при выйти когда мы их выдаст достаем есть такой небольшой щелчок знаете как начинает заходить воздух но это регулируется сменой амбушюрок на более мелкие то есть подбором амбушюрок это можно отрегулировать наушники сидят хорошо отлично и при беге не выпадает при тряске беге то есть можно они отлично сидят достаточно провода то есть мы можем их перекинуть за спину и провод будет лежать на шее они как у наушников которые мы недавно смотрели по сеус которая пульт уходил уходит за спину и если вы бегаете нужно будет искать его где-то здесь подключаются наушники быстро определяются смартфоном как просто bt и драйвер используют cbs на максимальной громкости проработали у меня около четырех с половиной часов при заявленных до четырех часов поэтому со временем батарея усядет и скорее всего будет проигрывать до трех с половиной четырех часов заряжались около двух часов и влезло в них 88 миллиампер часов карты памяти пробовал на 32 и на 8 отлично работает никаких проблем с ними не было что касается звука звук чистый но сильно преобладают басы не всякую музыку можно комфортно слушать них запас громкости достаточный на максимальной громкости играть достаточно громко громкости не привязана к телефону поэтому можно выкрутить на максимум на наушниках и на телефоне тем самым получил в дополнительный задел по громкости также по звуку ярко выражен голос то есть плохо слышно другие инструменты очень хорошо слышны голос и бас и бас и конечно перекручены сильно и после использования наушников у меня в ушах на 35 минут еще звучит бумканье басов на максимальной громкости нет никаких посторонних репений и шумов звук чистый слушать прият про бас и скорее всего из-за этой вакуумности которая создается когда вставляю скорее всего если поменять амбушюрки можно это настроить и будет будет более приятно слушать при телефонном разговоре звук отличный как слышно как меня как так и вторую сторону отлично и никаких проблем ни эхо ничего не было по bluetooth наушники в пределах комнаты до 10 метров связь держат стабильно но выйдя в другую комнату через стену звук иногда начинает пропадать при повороте головы звук не пропадает без 30 грамм наушники получились довольно неплохими за свою цену по звучанию конечно сильно проигрывают qc y qi 19 или любым другим с поддержкой aptx плюс сильно переборщили в них с басами но в остальном отличные для занятий спортом пробежек как раз туда куда брать телефон не хочется отлично подойдут на этом у меня все ставьте лайки подписывайтесь до новых встреч и удачных покупок